Какова сумма долгов компании «Джулайя» и каковы ваши механизмы возврата этих долгов? Сегодня в суде, это долг дискусс плюсов, который на то время был, числился одна, а у нас другой договор был только с дискусс плюсом. Сегодня 117, то, что в суде заявлено. Все там прочие отношения связаны, других долгов и нет, но просто там разговоры, опять же, отжать бизнес, забрать сети, ну не нужны. У меня непонятно другое. Вот предположим, есть количество потребителей, вот «Джулайские», они потребляют, предположим, на 100 рублей в месяц. Сколько вы реально получаете? Вот сколько вы с этого получаете сегодня? Сколько оплачивают? Ну я сегодня не могу сказать вот в этом вот. В той парадигме, которая была, когда начисления шли через достойный, извините, через дискусс плюс, мы получали все, что пропускали. Там, откуда взялось 180 миллионов? Постоянно был какой-то хвостик, то есть сальдо, если брать сальдо по году, у меня, к сожалению, я бы знал, что мы про него, я бы взял это там с 15-го года. Сальдо по году было все равно всегда в пользу Сибэка, потому что платил в целом по году он меньше. Но объясняю это сейчас тем, что ему нужны средства на то, чтобы эти сети обслуживать. Хотя, у него же нет тарифа на... Тарифа нет, он просто забирает из этой... Ну это традиционно его объяснение, точно так же с дорогой было, так же. И дорогу построил, да, а вот вы мне не заплатите, то заплатите сейчас. А кто тебя заставлял туда идти-то-то, осваивать этот участок, с ним ему, да? Сейчас система расчетов с Дискус Плюс какая, со всеми вот его потребителями тепла, через управляющие компании? Или у вас нет договора? Мы договоры, у нас с Дискус Плюсом был который договор, мы послали оферту на его расторжение еще летом. Исключение вот этих домов из договора для выставления на помещение. А кто тогда был, если договора с управляющей компанией нет, и договоров прямых с потребителями тоже нет? Так, они есть, они же публичные договоры с потребителями. Они есть. Так они же не платят, они же платят-то в Дискус Плюсом. Ну и раз уже люди начали платить, потому что есть, по-моему, да. Ну, лиха беда начала, у нас, по-моему, по, сколько я не помню, жалобы, которые писали в ГЖИ. То есть, в ГЖИ человек пишет жалобу, обращается. ГЖИ же не может рассматривать микрорайон. Государственная жилищная инспекция работает с конкретной жалобой, с конкретным начислением. Те жалобы, которые пришли в ГЖИ, по ним, по всем, УК достойный сервис, начисление опозвали. О чем это говорит? Значит, они говорят, ну, для себя понимают, что они неправомерно начисляют. И там, по-моему, 50 вот таких вот жалоб через ГЖИ прошло. Но я понимаю, Коновалов, он не сможет пропустить 40 тысяч человек через себя. Ну, это и неправильно, да, там. Но для прецедента уже мы абсолютно спокойно себя чувствуем. Подержать на себе этот разрыв, ну, поддержим. Там каждый месяц, начиная с мая месяца, платили от УК достойный сервис, платил по 18 миллионов. Через третье, да. Ну, вот этот пресловутый, я всегда его пиджаком там называю, собственно, да, из одного кармана с другой, да. За УК достойный сервис платил дискусстрой. Который дискусстрой 6 ноября на банкротство заявлен налоговой. Да, ну, я сейчас не отслеживаю, скорее всего. Почему дискусс плюс, как бы, ну, он ответчик по закону и по договору сейчас у нас, но у него еще есть имущество. Там хотя бы есть, что получить, да. Хоть оно и неинтересно, никто там выворачивается-то так, что, типа, все это затеяли для того, чтобы забрать это имущество. Ну, нужно оно, это имущество. Спасибо.